всем добрый день сегодня мы с вами поговорим о нетрадиционных способов изменения исследования светочувствительности сетчатки а именно опериметрия нон-конвеншал который подразумевает под собой когда предъявляется не стимул не белый на белом фоне а какой-то другой и идея в том что такие стимулы вероятнее всего будут задействовать другие пути проведения есть кониоцеллюлярный магнит целлюлярный парвоцеллюлярных пути проведения которые представлены по-разному мы об этом сегодня поговорим и соответственно из исследования целенаправленно определенного пути проведения гипотетически должно приводить более раннему выявлению глаукомного процесса не забываем подписываться на канал и наша наш телеграм-бот позволяет нам оценить поле зрения с учетом нескольких классификаций классификация бруссини и ходов париж эндерсона нужно загрузить данный values в целом можно выделять вот так а можно не выделять он в принципе самый выделить области который считает values и вы сможете подсказать какая из них точно является и после чего нужно будет отметить какое поле зрения какой прибор какой глаз и после этого будет выдан результат по классификациям калькулятор вероятности калькулятор гистерезис роговицы фактора резистентности роговицы позволяет нам рассчитать собственно эти показатели когда у вас есть прибор райхер 7 c и у вас нет показателей гистерезис роговицы фактор резистентности роговицы а если у вас райхер 7 если у вас есть пора около response аналайза то тогда вы сможете рассчитать коэффициент биомеханического напряжения точнее вы сможете вы рисовать этом 70 рассчитать коэффициент биомеханического напряжения отражает насколько компенсирован уровень внутриглазного давления вы можете предполагать будет ли прогрессировать на том уровне внутриглазного давления на котором наблюдается у вас пациент будет ли он прогрессировать галукомый процесс или нет ну и самый первый модуль тонометрии который мы разработали он позволяет оценить диаметр отисков тонометра маклакова и оценить насколько они качественно выполнены ну и переходим к компьютерной периметрии non-conventional периметрии это нетрадиционные методы периметрии по данным гайдлайна пятого пересмотра европейского галукомного общества нетрадиционные методы компьютерной периметрии используют стимулы отличные от стандартной автоматизированной периметрии например технология синего стимула на желтом фоне или технологию двойной частоты или flicker периметрии были разработаны для того чтобы исследовать светочувствительность сетчатки отличным способом после отличным от стандартной автоматической периметрии но на данный момент несмотря на предположение что они будут более эффективны на ранних стадиях галукомного процесса нет доказаны доказательств того что периметрия non-conventional периметрии обладает какими-то преимуществами над стандартной автоматической периметрии и поэтому из-за отсутствия таких доказательств достаточно ограниченно используется мы в своей практике рутинно всем проводим стандартную автоматическую периметрию и периметрию пульсар если это начальные процессы галукомного процесса ну исследовать поле зрения можно по-разному начиная от контрольного метода и компиметрии переходя к более продвинутым способом кинетической периметрии но все-таки стандартная автоматическая периметрия она позволяет нам выявлять квантитативные характеристики изменения светочувствительности сетчатки и многие приборы могут применять технологии non-conventional периметрии например в приборах humphrey и в приборах oculus twinfield там есть периметрия коротковолновая синий стимул на желтом фоне или swap периметрия в периметрах octopus эта технология тоже есть но в периметрах octopus есть еще и пульсар периметрия она доступна только на периметре octopus фдт периметрия периметрия с удвоением частоты прибор называется matrix его выпускает тоже компания цейс и они выпустили уже даже вторую по моему модель позволяет чуть быстрее проводить исследование поля зрения ну и получать дополнительную информацию о светочувствительности в плане различия контрастных контраста у наших пациентов при патологических процессах с быстрым изменением пространственного разрешения flicker периметрия или как периметрия это спектраль гидербергский периметр это все периметрии которые так или иначе предъявляют разнообразные стимулы которые меняются и получаются тестовый объект который различает пациент сейчас мы чуть позже об этом поговорим откуда же возникла идея исследовать какие-то особые пути проведения если у нас пару целлюлярный путь проведения обеспечивает остроту зрения до парва клетки это максимально представленные клетки их большая часть 80 процентов этих клеток проводят нервные боли с от сетчатки до головного мозга то более узкие на узконаправленные клетки такой не целлюлярный чувствительный голубому желтому цвету и магноцеллюлярные 2 реагирует на контраст на чувствительность эти клетки этих клеток значительно меньше и как вы понимаете если у нас клеток меньше то выпадение части этих клеток будет замечаться значительно раньше давайте поговорим сначала о периметрии коротковолновой периметри синяя на желтом процедура мягко говоря не самое комфортное для пациентов потому что желтый фон достаточно длительное время смотреть на него и несмотря на то что тестовый объем 5 размер по гольдману хоть и поярче и обычно бы крупные объекты пациентам боль проще видеть но тем не менее непростая непростая задача для даже для молодых пациентов не всегда это проходит то чтобы безболезненно комфортно скажем так ну как вы видите стимул сильно различается и синий стимул в данном случае будет более яркого цвета бы более яркого размера бы большего размера что позволяет нам исследовать светочувствительность проще размер тестовый этот стимул пятого размера это 76 угловых градусов здесь размеры 2 есть размер который на сетчатке а есть размер который мы видим нужно в этом говорили когда говорили о стимулах то есть мы то то что мы можем померить линейкой в приборе этот размер который получается на сетчатке он немножечко разным далее доказано что конец и лярный магноцеллярные пути проведения повреждаются значительно раньше и поэтому убыль этих клеток мы можем заметить значительно раньше по сравнению с пару целярным путем проведения почему так происходит почему мы это замечаем раньше потому что если у вас есть 10 друзей которые пришли вам помогать в переезде то отсутствие одного друга вы не заметите а если у вас друзей и один не приехал то конечно же все все ваши вещи будет перенеслила гораздо сложнее вы заметите это однозначно поэтому когда у вас мы меньше объем пытаемся исследовать на убыль то конечно конец целярный пород целярный путь проведения и магноцеллярный путь проведения будут более предпочтительными вы видите здесь лягушку напишите плюсик если вы видите лягушку дело все в том что наша зрительный анализатор плюсик в чате напишите кто видит лягушку кто не видит напишите минусик когда мы видим на какие-то объекты мне сейчас минусик никто не видит окей вот никто не видит дала на вот надежда видит круто так вот когда мы видим статические статические объекты мы их не сразу замечаем а как только объект начинает двигаться мы его видим тут же сразу так работает конецеллюлярный путь проведения ой извините магноцеллюлярный путь проведения магноцеллюлярный путь проведения отвечает у нас за контраст и движения соответственно когда объект меняется мы его замечаем раньше как же происходит исследование более узкого пути но представьте что у нас есть тестовый объект который раздражает часть сетчатки клетки вот у нас две клетки есть парова целлюлярного клетки кони целлюлярного магноцеллюлярного пути проведения на если у нас мы проводим стандартно автоматическую периметрию и у нас выпадает часть клеток да то мы заметим можем можем не заметить эту эту это выпадение за счет того что все таки белое на белом у нас в этой области будет сработают эти клетки которые еще остались та же самая ситуация когда у нас исследуется пульсар периметрия мы предъявляем стимул а у нас здесь клеток нет и соответственно ответ будет белый стимул пациент бы увидел а при возражении магноцеллюлярного пути магноклетки нет и в результате мы не видим не видим ответа на тестовый объект и пациент получается что в этой точке снижена светочувствительность мы это выявляем в этом случае не выявляем в случае с магноцеллюлярным путем проведения ну или если бы вот например эти две точки убрали то желтый мы не увидели короткоболновую периметрию технология с удвоением пространственной частоты также избирательно стимулирует магноцеллюлярный путь проведения так выглядит протокол прибору matrix компании цейс хамфри по сути это тот же самый протокол только у нас области разделены на определяется не белый стимул а квадратик с двумя решетками как вы видите здесь начинается с белая здесь серый если их наложить то количество и с определенной частотой мерцать скажем так менять частоту мигания то мы будем увидеть решетку более мелкую по сравнению с тем какие объекты предъявляется ну примерно так мы это видим так сейчас вот если это был если так у нас всего лишь пять полосочек то так если присмотреться их становится значительно больше и скажите мне вам скажу powerpoint не дал более качественно здесь приходит пришлось увеличить ну в целом принцип понятен как происходят изменения примерно такое то то же самое у нас во flicker перемен в периметри хэп это периметрия которую придумали и разработали компании гидерберг инженеринг и этот прибор тоже интегрируется с приборами о кт и шрт и примерно таким образом это у нас выглядит когда меняются у нас две картинки черный с белым начинает меняться и мы видим по и по идее должны видеть такой кольцо рассеивания но мне не удалось настроить так точно изменения ну примерно понятно где будет кольцо пульсар периметрия та же самая идея но то есть у нас есть 2 2 контур 2 2 круговых стимула которые с контрфазой и в результате мы видим удвоение частоты протокол на периметре октапус 600 выглядит точно так же мы видим некоторые изменения в поле зрения которые мы можем не выявлять при помощи периметрии белое на белом сейчас я покажу такие вам примеры пульсар периметрия она позволяет измерить контраст и пространственное разрешение и в результате перевести светочувствительность яркость этого стимула в квантитативную характеристику в децибелы это количественный тест может меняться контраст и разрешение то есть мы можем менять количество кругов и насколько они ярко выглядят соответственно у нас по горизонтали и по вертикали могут меняться контрастность меняется здесь количество кругов которые предъявляются вернемся кого в принципе к децибельной шкале понятно что децибельная шкала это относительная шкала это обратно обратная логарифмическая шкала которая пересчитывает нам яркость стимула из апостиблей в децибел и соответственно нулю децибел соответствует самый яркий стимул который может предъявить прибор пульсар периметрия стимул может иметь различные контрастные пространственное разрешение соответственно мы по-разному эти стимулы будем воспринимать в результате из-за того что у нас по-разному работает ну при патологических изменениях по разному работа разной части сетчатки единицы чувствительности к переменному контрасту и пространственного разрешения является crc special resolution and contrast таким образом у нас разрешение и контраст мы перерасчитываем из них тот ту энергию скажем так которую предъявляют в процессе исследования это делает тестирование количественным по аналогии со стандартной автоматической периметрии соответственно позволяет нам позволяет нам в динамике наблюдать наших пациентов что позволяет оценивать насколько прогрессирует или не прогрессирует патологический процесс но для того чтобы понимать как чем отличаются периметрии то вы можете посмотреть как выглядит периметрия белом на белом периметрия пульсар белый на белом это маленькие белые точки периметрия пульсар это по сути тест объект по гольдману по 5 5 размер по гольдману и в нем есть кружочки соответственно пациенты обычно сильно проще переносит это исследование результаты статически приметри точно такие же все те же квантитативные характеристики пол фамилия возраст коррекция при исследовании диаметр зрачка результате контроля ошибок прибор контролирует как проходит исследование вид теста и стратегия обязательно указывается в любом протоколе и для периметрии пульсар используется стратегия топ то что пульсар последний указывается тоже вы всегда можете понять какой тест по этой строчке указывающий то какое исследование было проведено пациенту представление результатов проверки чувствительности в цветовой шкале это у нас 6 7 числовые результаты сравнения со среднестатистической нормы без учета диффузного дефекта и с учетом диффузного дефекта вероят то точки вероятности отклонения от средней нормы далее у нас это периметрические индексы и глобальные индексы кривая кривая бибия и глобальные индексы min division square root loss variance аналог диффузный локальные дефекты средняя светочувствительность кластерный полярный анализ кластерный анализ делит все поле зрения на части и анализирует снижение светочувствительности в каждом поле полярный анализ позволяет предположить область диска зрительного нерва где будут у нас изменений как вы понимаете прибор octopus умеет распечатывать результаты как хамфри и результат он тоже может распечатать как как же чем же отличается периметрия от периметрии пульсар если мы видим в стандартном поле зрения небольшие области снижения светочувствительности которые так но так такой себе небольшие изменения проявляют выявляются на стандартной автоматической периметрии то пульсар периметрия позволяет выявить более выраженные дефекты сразу хотелось бы сказать что бывает не так часто как кажется но тем не менее такое поле зрения бывает у наших пациентов но мы в своей практике чаще видим обратную ситуацию когда мы в белом на белом из-за того что есть процесс обучения из-за того что пациент у нас отвлекается не до конца понимает что с ним происходит мы видим сначала результат периметрии белом на белом не очень хорошие ну и удобник более крупных тестовый объект про его проще увидеть а потом мы видим небольшое снижение светочувствительности на одном глазу совершенно другие результаты которые позволяют нам предположить что больших выраженных изменений у этого пациента нет обратная ситуация когда мы видим наоборот периметрии пульсар мы видим выраженные достаточно дефекты центральные сразу оговорюсь это катаракта это не глоукома чаще всего катарактальные изменения либо диффузно либо все таки вот таким образом центральные отделы затрагивают и когда мы провели периметрию джи динамик то мы видим на небольшие небольшое изменение светочувствительности но в действительности у пациента изменений светочувствительности нет вот так мы а после того как мы провели это у нас один глаз это другой глаз здесь у нас левый здесь правый и после периметрия белое на белом здесь мы провели операцию по поводу катаракты и после операции катаракты у нас все хорошо у нашего пациента почему так у нас происходит что здесь у нас нет дефектов а здесь есть дефекты нужно помнить что технология пульсар она ограничена остротой зрения вообще в приборе написано 06 максимальная острота зрения с которой нужно проводить технологию пульсар мы до 0 4 наверно пробовали проводить и вполне себе работает так как никаких стандартов у нас нет которые бы описывали как ну как правильно как не правильно то в целом 04 мы проводили можно смело проводить в динамике позволяет получить воспроизводимые результаты мы тоже не стоим на месте мы разработали home периметрию это на своем ноутбуке можно установить приложение которое будет вам позволять проверить светочувствительность сетчатки хоть каждый день это у нас небольшое меню это инструкция как делать ну вот примерно таким образом нужно сесть на расстояние 33 сантиметра потом оттестировать на расстоянии выйти на две руки от экрана эта камера делает пишет что 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 как нужно смотреть камера фиксирует определенное положение головы и контролирует чтобы пациент не отодвигался после чему он предъявляется стимулы пациент нажимает пробел говорит что да вижу когда не вижу соответственно патологические точки но у нас и похожи я чуть покажу как как выглядит протокол прежде чем его покажу покажу результаты нашего исследования которые демонстрируют эффективность применять препарата ретиналамин много точек и по которым можно построить график усреднение как же происходит снижение или или остается стабильным в данном случае слой нервных волокон сетчатки и слоне ретинального поиска здесь светочувствительность сетчатки показать линдии и пизди то есть мы можем всегда чем больше у нас точек исследуем тем точнее мы проводим измерения наши нашей светочувствительности и когда мы каждый день можем делать бесплатно это исследование светочувствительности сетчатки у пациента то вот этих точек будет много и такой тренд будет выстраиваться значительно точнее мы сможем контролировать и наблюдать за за изменением светочувствительности у наших пациентов давайте мы с вами проведем сейчас тестированием точнее голосование голосование для того чтобы вы могли получить баллы хоум периметри пока работает в тестовом режиме мы сейчас боремся с тем что если пациент делает в очках то нейросеть теряет положение глаз потому что мы контролируем не только положение головы на каком расстоянии сидит пациент от монитора но мы еще контролируем положение глаз чтобы пациент смотрел в центр креста центр поля тестирования для того чтобы понимать насколько качественный тест у нас получился поэтому когда мы а и на яблочных устройствах мы не работаем тоже соответственно со временем мы все допилим и на яблоко перейдем и допилим чтобы нейросеть не теряла положение глаз в очках это будет доступно для того чтобы ваши пациенты могли заниматься сам тестирование но завершаю голосование все кто хотел уже наверное проголосовали а мы возвращаемся к презентации брюки превращаются в элегантные шорты так вот ну и сейчас мы с вами поговорим о пациенте который длительное время получал старый друг лучше новых друг 2 один из первых аналогов простагландинов ну и точнее первый аналог простагландина который зарегистрирован был в российской федерации просто за рубежом был не простон еще он не был зарегистрирован любеган не был зарегистрирован россии любеган тебе мы-то просто забыл какую просто называется но не суть значит старый друг лучше новых двух наш пациент который был прооперирован по поводу глоукомы после чего была сделана дистомета гониопультура мы сочли что дистомета гониопультура была сделана недостаточно и потом добавляли но сегодня мы поговорим о правом глазе мы видим что давление нас порядка двадцати четырех двадцать три-двадцать четыре у айкея а по икея давление у нас шесть вполне устраивающие нас давление особенно по икея несмотря на широкую псковацию выраженной истончение ганглезных клеток и слонерных волком сетчатки в верхних секторах и при на и при давлении 8 у нас относительно стабильная картина мы видим какие-то флюктуации тут что-то происходит но даже вот в такой ситуации наверное речь отрицательной динамике вести сложно тем более что график относительно горизонтальные кванистативные характеристики говорят о отсутствии отрицательной динамики та же самая картина у нас с центральными отделами сетчатки хоть и есть небольшая отрицательная динамика но с 19 по 22 год это отрицательная динамика в два-три микрона никак нас не должна настораживать с учетом выраженности изменений сверх верхних секторах это в принципе тут мало что качественно измеряется потому что сегментация слоев при выраженных выраженном истончении затруднена поэтому ну и квантитативные характеристики демонстрируют стабилизацию процесса сейчас выглядит таким образом о коте мы сегодня еще раз напоминаю правый глаз и только говорим может быть стало чуть менее ярко интенсивно окрашена нижняя часть там вещи сохранные сохранен слой нервных волокон сетчатки и гонглиозных клеток сетчатки но при этом мы видим небольшие нельзя сказать что это грубые выраженные изменения да мы видим дефект в нижнем секторе соответствующего выпадению слоя нервных волокон сетчатки верхних секторах это эти изменения вполне отвечает сохранности зрительных функций и мы видим что на фоне применения ретинолами но это пациент и есть какие-то флюктуации но наверное на данный момент говорить о отрицательной динамики нам не приходится несмотря на то что да они какие-то колебания есть но вот здесь можно было судить что стало сильно хуже потом вдруг стало лучше потом снова похуже потом снова лучше не как интерпретировать такие результаты но наверное для этого использует нужно тренд и мы видим что этот тренд достаточно пологий 07 децибел это считается высокой скоростью прогрессирования конечно ровно как 06 но во первых отсюда можно отнять диффузный дефект и мы поймем что если убрать 0 2 децибела диффузного дефекта то 02 то это будет уже 05 ну и глядя на такую на такую на такие флюктуации поля зрения наверное можно достаточно спокойно наблюдать тем более что мы видим что у нашего пациента по принципиально не меняется толщина слой нервных окон сейчас его только на последних исследованиях появляется небольшое истончение но для такого длительного периода наблюдения мы видим что да есть небольшие диффузные изменения но не настолько мизерны для такого срока они должны срока наблюдения они должны быть ну на на протоколе глаукомного модуля мы видим объединение строка гонглиозных клеток особенно сверху здесь на только гонглиозных клетках вообще в принципе видим что они практически отсутствуют с тонкий слой нервных окон сетчатки и мере тинального пояска давайте проведем второе голосование 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 начинаем второе голосование чем дольше ты наблюдаешь пациентов чем больше ты их видишь с большим количеством исследований тем спокойнее ты начинаешь относиться к тем или иным данным потому что во первых ты видишь что и у здоровых людей происходит некая отрицательная динамика которая укладывается в пределы отрицательной динамики большого количества пациентов с глухом и во вторых мы понимаем что если там три года пронаблюдали эти флюктуации мы видим и они не всегда эти флюктуации являются окончательными да мы видим что чуть стало хуже чуть лучше и понимаем что право не проведя повторное исследование не факт что мы выявим такие эти изменения которые которые нужно срочно хватать и лечить не знаю как с этим жить нам дальше потому что делить мир на черный белый очень удобно но к сожалению работа врача не подразумевает что мы с легкостью можем это сделать разделить мир на черный белый мы должны понимать что серая зона всегда существует и пытаться всех и однозначно разделить на те на больные глухомы или подозрительных на глухом и не всегда или прогрессирующих или не прогрессирующих не всегда представляется возможно сейчас мы с вами будем заканчивать нашу презентацию нашу лекцию скоро не прямо сейчас далее значит глухомным модулем разобрались протокол худо говорит что дефект должен быть центральной области вот здесь если сделать десятиградусное поле зрения но мы нашему пациенту не делали десятиградусное поле зрения но мы совершенно том месте где и ожидали видим дефект слой нервных волков в стандартном поле зрения 24 2 при этом мы видим интересные флюктуации в толщине нейротинального пояска даже увеличение толщины а слой нервных волков сетки но есть небольшой тренд отрицательной динамики но за такой промежуток времени 0 8 микрометров наверное это не то что у нас должно настораживать это у нас глухомный модуль а это у нас если взять еще более ранние изменения то есть самое начало тогда он еще не было глухомного модуль тогда станут просто стандартно круговой сканирование проводилось мы видим что может быть здесь чуть чуть хуже выглядит но за 1 2 3 4 5 6 лет наблюдения вполне приемлемый результат мы видим что у нашего пациента все относительно благополучно когда мы впервые познакомились с пациентом он наблюдался на препарате ксолотан но в какой-то промежуток времени в семнадцатом году не начал повышаться внутри глазное давление и был назначен препарат к салаком который привел дополнительному снижению внутри глазного давления примерно с 26 до 16 миллиметров штутного столба это неплохой результат далеко не всегда и не у всех так пациентов получается но это прекрасный дополнительный гипотензивный эффект который позволил нам пронаблюдать пациента еще три года после чего давление резко повысилось больше 30 мы даже не пытаясь назначить дополнительную гипотензивную терапию назначили пациенту сразу операцию по поводу глухомы как вы понимаете так произошло потому что когда мы видим выраженный подъем вот даже до 29 по п нулевое по прибору айкея понятно что когда мы видим 30 получает аналоги простегландинов и дебета-блокатор но мы можем добавить как какие-то ингибиторы альфа-адреномиметики которые на какой-то короткий промежуток времени могут снизить внутриглазное давление в данном случае было принято решение пациенту усилить терапию за счет проведения антиглукомной операции мы получили длительный гипотензивный эффект без дополнительной гипотензивной терапии после нгсс децимет огонь и функцию почему же мы выбираем препарат целокан сейчас существует большое количество аналогов простегландинов которые вышли позже после ксалатана но вот она просто используемых золотаний это оригинальный препарат который обладает максимальным количеством исследований наиболее доказанный гипотензивный эффект именно этого препарата понятно что как любой аналог простегландина он в первую очередь усиливает уисклеральный отток класс это здорово что нет я только что узнал что я не включил опять презентацию я молодец давайте вернемся тогда вот здесь мы остановились с вами же где же видали да вот протокол худо это у нас так часто видно напишите пожалуйста до презентации видно класс это хорошо давайте вернемся к нашей презентации так протокол худо центральные отделы сожалению поле зрения не делали не можем проверить но поле зрения 242 как раз у нас нижние сектора и задействованы это у нас окт это с ней рейтинальный поясок он не меняется может отменяется на лучшую сторону слой нервных волокон сетчатки истончается чуть более выражена и если посмотреть с первыми самым сравнение с самым первым прибором самым первым исследованием когда у нас еще не было глупым подключен глупомный модуль то мы видим более выраженную динамику салатан мы назначили пришел к нам пациент на ксалатане мы его усилили на ксалаком после чего при выраженном повышении пригласного давления на фоне применения ксалакома кстати о птичках мы в своей практике не при мне не не отменяем гипотензивную терапию аналогами простагландинов перед антиглупомной операции вообще ни перед какой операцией в большинстве случаев если у нас нет каких-то ожиданий что могут произойти осложнения но по большей части мы не видим в этом большую проблему хотя такие и публикации исследования и у меня даже есть несколько кейсов когда на фоне аналогов простагландина по тем или иным причинам развился синдром ирвеногаса такое бывает ничего страшного там нет мы знаем что с этим делать но он точно также развивается и без аналогов простагландинов у части пациента значит на фоне ксалакома мы прооперировали получили снижение внутриглазного давления порядка 10 миллиметров штук на столбах механизм снижения внутриглазного давления основная часть конечно это увеличение увес клерального оттока за счет ремодуляции экстрацеллюлярного матрикса в сосудистой оболочке глаза и увеличение сократительной способности тропикулярной сети то есть как бы происходит натяжение тропикулярной сети увеличения межклеточных пространств и за счет этого усиливается и тропикулярный отток в том числе но конечно в меньшей степени за счет выраженного гипотензивного эффекта мы видим значительно меньшие колебания на фоне применения ксалатана в течение суток мы понимаем что стоит стремиться к снижению уровня офтальматонуса 30 на 30 и более процентов от исходного уровня но при этом мы должны помнить что и флюктуации колебания в течение дня они должны быть минимальными для того чтобы не происходило не увеличилось отрицательный не происходил отрицательный динамик у наших пациентов приверженность к терапии аналогом латонапроса достаточно большая длительное время эффективно порядка 25 процентов снижает уровень напряглазного давления ксалата у нас есть свое исследование по аналогам простагландинов из-за своего опыта мы можем сказать что вы должны помнить несмотря на то что длительно работает у какой-то части пациентов вот тех у кого работает у них работает но к сожалению 10 процентов пациентов аналоги простагландинов в течение первого месяца не вызывает достаточно гипотензивного эффекта и приходится усиливать терапию более того из оставшихся 90 процентов у половины пациентов в течение года требуется усиление терапии но вот те пациенты которых осталось 45 процентов кто продолжил лечение аналоги простагландинов у этих пациентов будет выраженный гипотензивный эффект долго и эффективно будет ксалатан снижать внутриглазное давление целиком эта комбинация она просто с тимололом и как вы понимаете этот препарат влияет как то у я склеральный так и на тропикулярный путь отведения внутриглазной жидкости и лучше позволяет стабилизировать уровень афтальматонуса считается что или это однократное применение по сравнению с двумя флаконами тимолол и латана просто салаком позволяет за счет создания так называемого депо в межлеточном пространстве тимолола позволяет нам снижать уровень афтальматонуса за счет однократного закапывания но если сравнить с другими комбинациями ксалаком обладает одним из лучших гипотензивных результатов по сравнению с другими аналоги простагландинов с бета-блокаторами в комбинации ну и до 37 процентов может снижать уровень внутриглазного давления по данным крупных исследований с большим количеством участников таким образом аналоги простагландинов в виде ксалакома и ксалатана это наши старые добрые друзья которым долгие годы помогают нам сохранять зрение нашим пациентам спасибо за внимание сейчас я вам включу голосование для того чтобы вы могли получить тесты и я отвечу на ваши вопросы так 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 вопросы в каком клиническом случае использовать контрастную перемену перепада в каком клинике в каких клинических случаях использовать контрастную периметрию при подозрении на глаукому я к сожалению не знаю что такое контрастная периметрия наверное вы имеете ввиду короткоболновую периметрию синяя на желтого до синяя на желтом если вы хотите провести детализацию изменения светочувствительности сетчатки то это должны чаще всего все-таки молодые пациенты потому что катаракта мешает для проведения свап периметрии потому что хрусталик уже это и без того желтый и достоверность исследования у пациентов с катарактой будет ниже ну и конечно же с хрусталиками которые имеют желтый фильтр соответственно это молодые пациенты у кого на стандартной автоматической периметрии нет никаких изменений а под данным оптической контрастной графе вы видите участки выпадения слой нервных окна сетчатки гонглиозных клеток сетчатки и или если у вас нет это это высокое внутриглазное давление молодые пациенты которых вы подозреваете глаукома разовьется в любом случае из-за того что уровень внутриглазного давления высокий и вы им пока не назначаете по тем или иным причинам лечения соответственно будете долго наблюдать чтобы раньше выявить развитие глаукома дефекта наверное можно таким пациентам тоже использовать коротковолновую периметрию я надеюсь я правильно ответил на ваш вопрос так дорогие друзья если у вас есть вопросы вы их можете написать если вопросов нет то мы с вами будем прощаться тестирование еще какое-то время будет висеть судя по тем ответом который мы получали на участие в тестах контроль участия скорее всего все уже завершили и можно наверное ответить правильно ли я понял ваш вопрос если правильно то там миг и миг нити что ли что-нибудь сделайте ну если меня все игнорируют такое тоже бывает то давайте тогда мы будем с вами прощаться всем спасибо за ваше время всех с наступающими праздниками встречаемся мы с вами и так понимаю 4 числа следующий раз всем спасибо всем хорошего дня до свидания